Сергей Собянин вручил департаменту транспорта решить проблемы с бесхозными светофорами, которые стоят на московских дорогах и непонятно, как эксплуатируются. Потому что в столице было выявлено 88 светофоров, которых никем не управляются. Слушайте, представляете себе, неуправляемые светофоры. Стайки диких светофоров. Стайки диких светофоров, да. Конечно. Нападают на какую-то машину, её просто и замигивают до смерти водителей вообще. Со словами. Сначала помигали и потом... А этот случай слышали, когда дичавший светофор пытался МКАД перебежать, его машина сбила. Какая грустная история про светофор. Слушайте, а знаете, был случай, вот это интересно, из Петербурга, это потрясающий случай, когда светофор долгие-долгие годы, вот прямо вот он пешехода очень сильно одного полюбил, он ему всё время подмигивал, он ещё маленький был. А потом взяли этого, человек, он уже вырос, стал чиновником, и его перевели в Москву. И светофор остался один. И он какое-то время ждал, ждал. Каждый день приходил к зданию. Каждый день приходил, ему и лампочки меняли, его подкармливали батареечками, и его динамомашинкой иногда подлечивали. И ничего, вы знаете, и он однажды взял, и всё, его пришлось, он уже когда сам уже не мог моргать, когда он так уже у него так поморгивал, его пришли люди добрые, отвели его к электрику, и он его отключил. Похоронили. ММ-дэнс так набросали на могилу. Люди. Чего? Красно-синий. Зелёных ММ-дэнсов набросали. Для чаек. Какие же чаек? Какие чаек? Чаек сладко, конечно, Серёга. У людей просто для птичек, а у светофоров конкретно для чая. Для чая. В общем, люди, мы в ответе за тех, кого подключили. Да. Подключили, будь у доброго. Смотрите, 88 бесхозных светофоров ждут свои хозяева. Да. Если у вас... Возьмите светофор себе, сделайте неторопливую дискотеку в подвале. Приюты надо организовать. Приюты светофоров. Неторопливую дискотеку. Городской питомник для светофоров. У меня новость следующая. Саш, у тебя есть новость ещё? А давай ещё про светофоры поговорим? Давай. Уж хороша тема. Мне кажется, что... Меня уже болеть перестало. Мне кажется, что, может быть, даже... Клещ замолчал. Клещ замолчал. Ружок. Прислушался. Он зелёного цвета. Понимаете, брат? А когда клещ смеётся, его сначала слышно было. Я, знаешь, что ночью просыпаюсь, как я узнал, что клещ меня укусил? Смех. Сначала слышишь, что такой смех. Почему он выбрал? Серёж, ты уверен, что это было как клещ? Нет, ну... Сначала у меня были другие варианты, думаю, ну... Но после того, как ни одно имя не подошло? Ни одно имя не подошло. И слышен храп, думаю, ну, всё, не сходится, наверное, клещ. Зоя, клещ. Зоя. Клещ, Зоя.